Здравствуйте! В эфире обзор новостей спорта. Лыжная волна накрыла Россию. 61 регион страны принял большой спортивный праздник. Лыжня России 2019 в нашем крае прошла на базе Пермские медведи. Там собралось порядка 6 тысяч участников, а параллельно гонка прошла еще в 42 муниципалитетах Прикамья. Для участников организаторы приготовили 4 дистанции. 2019 метров, а также километр, 5 и 10. Всего же в нашем регионе на лыжи встали около 25 тысяч человек. Многие рассматривали мероприятие не как соревнования, а как веселый спортивный праздник. Поэтому и готовились к нему соответствующим образом. На старт вышли сказочные персонажи и не только Дед Мороз. Я сегодня морской пират. Ну потому что где-то у меня баба-яга, а я ее защитник. Где-то еще на трассе моя баба-яга потерялась. Я побыстрее. Молот Прикамья провел еще две игры на своем льду. Пополнить багаж очков в этих встречах не удалось. Сначала наша команда уступила Воронежскому Бурану 3-5. Слепынин, Тымченко и Волков забросили по шайбе. А после Пермяки проиграли хоккеистам Рязани 1-3. Здесь отличился Гамаляка. По пропущенным голам. Мы эти голы разбираем. Разбираем и ходим. И опять такие же ошибки совершаем. Соперникам с победой. Болельщикам спасибо за то, что еще верят в нас. Но сдаваться мы не собираемся. Во вторник, 12 февраля, Молот снова сыграет дома. Соперником будет команда Саров из Нижегородской области. Игра, как обычно, по будням начнется в 19.00. Это будет предпоследний матч, домашний в текущем чемпионате. А баскетболисты Пармы два раза подряд выиграли. В этом сезоне с ними такого не случалось. Произошло это в Нижнем Новгороде. Там проходил финал четырех Кубка России. В одной второй наши были сильнее новосибирских баскетболистов 76-59. А в решающем поединке переиграли хозяев 73-67. Парма во второй раз в истории получила трофей и поздравления болельщиков, которые встретили команду после победы. Впрочем, кубковый успех долго праздновать не следует. 15 февраля Парма сыграет дома. Соперником будет столичный ЦСКА. Это уже игра в первенстве единой лиги ВТБ. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.